Всем привет! Это программа «Человек и кино» и сегодня у меня в гостях актриса Гульнар Сельбаева. Привет, Карим! Привет! Очень рад тебя видеть, выглядишь, как всегда, великолепно. Благодарю. Поговорим, наверное, сейчас о текущих проектах, потом чуть больше углубимся в актерскую профессию. Если верить твоему инстаграму, ты постоянно мотаешься куда-то в Москву, это работа над каким-то скетчкомом, ситкомом? Это, не знаю, можно говорить или нет, программа, передача на ТНТ, называется «Игра». Вот, это интересное достаточно шоу, очень смешное, потому что лучшие комики этого времени собраны, и приз 30 миллионов рублей. 30? Поэтому, да, поэтому это совсем не КВН, где на голом энтузиазме. Ну да, но школа КВН все-таки практически породила современное, и российское кино, и казахстанское. Из недавних твоих работ, картина «Где мое кольцо», то есть там ты столкнулась, по-моему, впервые на с чем-то площадке уже киношной с партнером Кумаром, да, Лукмановым? Да. Вот. Вот как по-твоему, насколько сейчас вообще, в принципе, этот жанр еще актуален, вот этой вот такой старой КВН-овской комедии, который уже так устоялся, утрясся и вот как будто уже уходит в прошлое? Ну, если честно, я КВН смотрела, наверное, постоянно только в детстве. И именно поэтому я и играла, потому что это было какой-то такой детской мечтой. И, ну, сейчас, наверное, не то время для такого юмора, для такой цензуры. Поэтому сейчас популярный стендап и вот какой-то юмор такой более жизненный, попроще, наверное. То есть потом в КВН сложный юмор был какой-то? Ну, просто в КВН были свои правила. Сейчас же, допустим, вот в этой же игре, в которой я принимаю участие, там правил нет. И, ну, шутить, мне кажется, хотя, может быть, и легче, и сложнее одновременно. Но всему свое время, мне кажется. Ну, здесь, обратно, пишите, кино, да? То есть вот картина «Где мое кольцо», ты ее посмотрела? Какие у тебя стали впечатления от того, от этой работы? Ну, на самом деле «Где мое кольцо» мне понравился фильм, потому что у него есть какой-то свой флёр, вот так есть, можно выразиться. Там хороший юмор, потому что там есть Кумар, там, потому что там есть я, да? Но, мне кажется, он, этот фильм немного даже отличается от, ну, множества комедий казахстанских. Вот. Ну, я же, да, говорю, опять же, о Кумаре, о тебе, в фильме «Где мое кольцо». Слушайте, мне кажется, что если бы, ничего не хочу сказать про продюсера и исполнителя главной роли, да, но если бы вот вас из этой картины вытащить, то она, в принципе, потеряла свою ценность. Не было такого ощущения в процессе просмотра? Я вообще не всегда, не совсем понимаю, когда человек и продюсирует, и там, режиссирует, и еще и сам себя снимает, но это уже как бы на суд зрителей. Мне бы хотелось, наверное, побольше вот именно вот в этой паре увидеть на экране, вот на нашей паре, но там и еще много других смешных актеров, талантливых, которые тоже сделали фильм, мне кажется. Постаралась очень аккуратно. Хорошо. Вот ты говоришь, я не понимаю, когда человек сам продюсирует, сам снимает, сам уже играет главную роль. И тем не менее, да, то есть мы с тобой недавно отработали уже вместе на проекте «Моя большая казахская семья». И что я очень хорошо запомнил изначально, да, когда мы только готовились к съемкам, что Гульнара Сельбаева была единственным актером, который позволил себе, и продюсеры позволили это сделать, который переписал себе практически все реплики в сценарии. Вот, да, и понятно, да, что действительно характер получился гораздо сильнее, интереснее. Вот ты, работая в кино, в сериалах, часто вот ты позволяешь себе перерабатывать сценарий под себя? Ну, я так работаю в принципе. Мне кажется, так и должны работать актеры. В плане не делать целью, сделать свой персонаж главным, но сделать его максимально цельным. Потому что, как мне показалось, он был такой плоский немного, неоправданной реакции у этой героини. Вот. Ну и в силу своего какого-то опыта в юморе, мне удалось, наверное, привнести вот именно юмористическую, такую комедийную составляющую. Ну, сценаристы бы заклевали то, что... Ну, они, между прочим, ты помнишь, как они отстаивали свои «нет, нет, не надо, вот мы как написали, так и пусть будет». И я говорю «нет, не будет». Ну, действительно. Ну, давай чуть подробнее о твоем персонажем. Мы уже об этой картине поговорили и с Диной Тесблатовой, и с режиссером, с Оленом Невесбековым. По мне, да, один из таких локомотивов именно в плане юмора, это эта картина, это ты, да, твой персонаж немножечко такой, со своей шизофазией, да, вообще, да. Да-да-да. Расскажи о своем... Биполярочка там легкая. О своем опыте, да, то есть, чем тебя этот персонаж так привлек или наоборот, что тебе в нем не нравится? Насколько он близок к тебе, реальный? Ну, вообще, я, насколько я заметила в своем опыте, каждый персонаж, так или иначе, всегда и немного похож на тебя, и чем-то совершенно не похож. И каждый раз это, на самом деле, вызов для меня, потому что я, работая над ролью, я могу и себя лучше понять, где-то стать лучше. В том, что у нее биполярочка, мы похожи. Ну, в плане я... Мне тоже нравятся какие-то эзотерические вещи, но я все-таки больше рациональный человек, нежели вот моя героиня, которая вот полностью, если отдается какой-то идее, то она полностью туда уходит, не до конца разбираясь, но беря уже на вооружение какие-то вещи вот из этой темы. Я же, наверное, более аккуратный человек. Опять же, да, эта роль, где мое кольцо, до этого, любовь на миллион, все. Мы понимаем, да, что примерно это роль всего-таки одного амплуа, то есть это мы все вот... Они разные, неправда, Карим. Есть гульна... Да, ну, комедийные, да. Есть гульна Сильбаева, такой трикстер, который все время вот с таким запалом, который все время прерывает, позывает к действию, к каким-то движениям. То есть такой мотор для всей истории, такое сердце. Но у тебя не возникает момента вот этого, скажем так, актерского застой, когда ты понимаешь, что, в принципе, это все вот фактически одна и та же роль, которая под разными именами, под разными соусами, но все время это одно и то же кино. Мне кажется, я вот поэтому и профессиональной становлюсь, потому что надо, понимаешь, из вроде бы каких-то похожих или однотипных героинь сделать каждый раз разную. Ну, потому что если я ее не сделаю чем-то отличающейся от моей другой героини, то я играть ее не буду, мне не будет интересно. Но, не знаю, мне кажется, я, наверное... Может быть, так происходит, меня берут на такие роли, потому что люди видят меня. А я, в принципе, наверное, проявляюсь, так скажем, в обществе как трикстер, может быть. Ну, как такой человек, там, яркий, и вот какая-то душа, там, компания, не знаю, сердце и, там, двигатель. Но мне не нравится эта тенденция везде, в принципе, во всем мире это происходит, и в кино, и в театре даже бывает, что берут, что обесценивают актерское ремесло, актерскую профессию. Потому что у нас же берут, как, типа, нужен типаж, нужна там спокойная девушка-казашка с длинными волосами. И найдут просто, просто спокойную девушку-казашку с длинными волосами. Хотя можно было бы взять, не знаю, оторву с короткими волосами, надеть на нее хороший парик, поработать ей актерски и сделать, вот, там, лучший персонаж. Но, но идут не нормальными, правильными, но тяжелыми путями, а легкими. Поэтому... Это было два или три назад, да, у тебя был опыт такой достаточно сложный, драматический, по-моему, короткометражная картина «Умай», да, называется? «Умай, Карабдаш, режиссер», да. Расскажи подробнее о этой картине, потому что ее мало кто видел, потому что это короткометражная работа, у нас, как правило, не доходит до широкого зрителя. Вот, вот... Это... То есть, то история основана на реальных событиях. Мою линию уже вписали художественно. Когда-то снимали фильм у нас в Казахстане, и на роль главную пригласили мальчика из детского дома. И когда он стал, видимо, там, ну, популярен, популярен для, опять же, его, там, да, его окружения, для детей из детского дома, то его убили, вот, не выдержав, не знаю, там, этой зависти. И вот на этой истории, как бы, и основан. Но очень хороший такой, мне кажется, философский там есть посыл, богиня, мать, смерть, рождение, перерождение. Вот. Было, ну, не то, что сложно. Сложно было, потому что мы снимали в реальном детском доме с реальными детьми. И мне просто больше всего поразило то, что Инкар вообще взяла меня на эту роль. Потому что многие, оказывается, многие уже мастодонты, режиссеры, ее отговаривали от этой идеи. Потому что, ну, она же комедийная актриса, говорили о ней. И она позвала меня на кастинг, там, на пробы. И, ну, она увидела, что я ей подхожу. Поэтому, ну, видишь, опять же, это для нее был смелый поступок. Потому что она могла взять какую-то уже состоявшуюся драматическую актрису на эту роль и, как бы, точно не прогадать. А тут это ее первый фильм, первый режиссерский дебют. И взять, ну, как бы, тоже меня, мало ли как могло произойти. Может быть, ну, я не справилась бы. А вот хочется пожелать, наверное, смелости другим режиссерам не просто искать, как у нас сейчас модно, новые лица, а раскрывать старые лица по-новому. Ну, такое же у вас старые лица, что вы на самом деле. Нет, ну да. Ну, у вас всего лишь 20 лет по телевизору видели. Боже, нет, 10 на самом деле, где-то. Хотя нет, суперстарь, если брать. Ну, да. Да, 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 давно уже. Ну, да, я про то и говорю. То есть у нас сейчас есть, да, то, что вот Гульнара Сильбаева комедийная актриса, это вот закрепилось плотно и культивируется там нашими режиссерами такими, как там, начиная там Нуртасом Адамбэем Аскаром Азабаевым заканчивая вот с ребятами, которые снимают «Где мое кольцо» или там «Любовь на миллион», да, молодыми ребятами. У тебя какие-то попытки выйти из этого плане не происходят или ты просто вот сижу, жду, пока придет мой режиссер? Ну, я почему-то про кастинги как-то не особо слышу. Зачастую у нас здесь, ну, кастинги проходят как-то вот мимо меня, хотя я в этой среде верчусь. Но справедливости ради стоит заметить, что я недавно ходила на кастинг очень драматической роли, но я поняла, что я еще не готова там, ну, я как человек еще не доросла до таких переживаний. Вот, потому что там это взрослая мать, которая там теряет, не теряет, ну, там очень-очень тяжелая история. Я сама даже, когда вот была на пробах, я играю, я понимаю, что прям, ну, прям нет, девочка, это не твоя роль. Но это просто, возможно, была не моя роль. Может быть, другие переживания, которые, ну, более не то чтобы свойственны, там, моей личности, но которые я бы поняла хотя бы на уровне разума, может быть, я с ними справилась бы. А тут, ну, вот. Ну, ты достаточно смело признаешь, что ты вот где-то не вытягиваешь, да? Ну, там я не вытянула, правда, но, опять же, это кастинг, это переживания, это, мне кажется, все равно не всегда бывают кастинги, которые проходят удачно, но тебя берут на роль, потому что режиссер видит, что можно где-то с тобой поработать и, там, на правильные струны твоей души нажать или правильно объяснить, или, там, опять же, это, может быть, время неподходящее, там, ну, сумбурно прошел кастинг. Потому что зачастую хороший актер может провалиться в фильме из-за режиссера. Ну, это правда, потому что общую картину полную видит режиссер, и именно он должен давать правильные задачи актеру, чтобы он их выполнял. А задачи можно дать даже и не актеру. То есть, я имею в виду, можно взять и не актера, но слепить из него в течение какого-то времени вот того героя, которого ты хоть, даже если у него, он будет далек чувственно от этого героя. Но правильными словами, правильными задачами. Да, ну, мы проговорили эту мысль о том, что ты не понимаешь, когда приходят, условно, наши эстрадные музыканты и начинают снимать кино самими с собой в главных ролях, особенно, когда тебе 40 лет, а ты пытаешься играть 25-летнего влюбленного парня, да, это очень грустно иногда смотрится. Но для тебя, как человека, который достаточно давно в юморе, который при этом достаточно неплохо умеет прописывать с характера хотя бы себе, да, не было ли мысли о том, чтобы, как и большинство, и многие наши актрисы взять и делать собственное какое-то кино и собственное направление? Тем более, что сейчас это гораздо проще, как выяснилось, сделать. Есть у меня, конечно же, идеи, есть давно, у меня есть уже, ну, так, не синопсис, но что-то около того, к фильму полнометражному, но он совсем не комедийный, он очень философский такой, ну, там, не знаю, короче, я думаю, что Дарна Аронофски должен снимать мой этот фильм, ну, примерно хотя бы, так я подумала, да. Да, потому что, ну, может быть, поэтому, мне кажется, что мои идеи настолько великие, что не хочется их, знаешь, вот тратить и вот как-то вот их снимать как попало. Есть идеи прикольные для короткометражных, но он такой комедийно-трагический какой-то, наверное, фильм. Идеи есть, но, понимаешь, просто у нас все идут снимать кино, потому что все поняли, что можно делать деньги на этом, и как бы не сильно заморачиваются на том, что что ты вообще несешь, что вы несете зрителю, что вы, какой посыл у этого всего. Для меня же важно, в первую очередь, стоит то, что я хочу сказать людям, вот, потому что, ну, заработать деньги, если бы я хотела заработать деньги, я знаю, как это сделать, две секунды, я знаю, какой можно снять фильм, какую тему, кого позвать, и, но... Ну, ты не про деньги, да? Я не про деньги, я про, про душу, наверное. Вот, ты говоришь, я знаю, что я хочу сказать зрителю, а все ты хочешь сказать зрителю, ну, то есть, вот, и важен ли это язык кино для того, чтобы сказать, если это можно бы проговорить словами? Это можно проговорить словами, но некоторые, некоторые идеи, мне кажется, на словах будут сложными, потому что иногда людям легче воспринимать на уровне символов, на уровне подсознания каких-то там архетипичных образов. И, ну, например, вот тема вот этого фильма, который вот у меня есть идея, это взросление, становление личности, то есть, можно рассказать, да, и об этом написано множество книг, наверное, не, наверное, так и есть, множество книг написано, но, но чувственно передать, чтобы человек это понял, осознал, прочувствовал, можно, наверное, вот с помощью искусства как раз. Поэтому, не говоря прямо. Поэтому языки, ну, да. Ну, кстати, как бы вы говорите про возрастление, да, то есть, ну, вообще, это такая околофилософская тема, да, потому что я когда беседую с ними друзьям, мы участвую затрагиваем, ты чувствуешь, что ты повзрослела за последние, там, 10-12 лет, с момента Суперстар, КВН и кино, все остальное? Очень чувствую, очень, потому что, но знаешь, что я еще поняла, что, мне кажется, взросление, оно происходит вот на протяжении всей жизни и поэтапно. Относительно себя предыдущей версии, да, но я очень надеюсь, что это не предел. Я тоже надеюсь. Говоря о работе с режиссером, ну, при том, что, да, ты сколько-то, достаточно давно в кино, да, но при этом можно сказать, что ты хотя бы с одной картиной, когда ты сказал, что вот мой, я нашла своего режиссера, который, кстати, было, с ним было бы тебя комфортно было. Там, начиная, там, вот, Нуртаса, которым вы в КВН вместе играли, заканчиваете, там, например, Оленом Ниазбеком по последней картине. Ой, не знаю, мне, знаешь, я вот, в принципе, меломан, и мне нравятся разные фильмы и жанры разные. Я не могу ответить так, ну, не могу сказать, что вот этот режиссер мне нравится. Мне может нравиться какой-то фильм этого режиссера, потому что люди, ну, все равно у каждого из них есть свой стиль какой-то. Я бы не стала и не хотела ограничивать себя каким-то одним стилем, ну, чтобы работать вот с одним только режиссером. Мне бы, мне нравится сам процесс, вот, понимаешь, вот эта работа над ролью, наверное, интереснее, чем результат. Вот, поэтому я очень надеюсь, что у меня будет еще много режиссеров, с кем мне повезет работать. Смотрите нам потом вот этот результат. Вы там в процессе все. Кайфуете в процессе, да? Не думайте о результате, а надо думать. Спасибо тебе большое, что пришла. С тобой как всегда приятно было побеседовать. Благодарю тебя. Зови, всегда приду. Это была программа «Человек и кино». Смотрите нас на телеканале «Елерна». Всем всего хорошего. Пишина на площадке. Привет. Попробуем. Работаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...